Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Доброе утро всем И даже тем, кто попал В эту сумасшедшую снежную бурю И сегодня буквально про нас Можно сказать сквозь снег И ветер, и звезд, утренний полет Но тем не менее Все хорошо Буквально на глазах и буря прекратилась И небо голубое проглянуло И конечно же в очередной раз В среду вышла наша радиопрограмма И январь уж такой удивительный месяц Казалось бы второй месяц зимы Но в нем столько праздников Продолжается Новый год Старый Новый год И грядет конечно же Восточный год Новый год по восточному календарю Год металлизированной Металлической крысы Ну как бы там ни говорили Но для каждого женского сердечка Начало нового этапа Всегда как-то очень волнующее И обнадеживающее И с одной стороны Мы можем быть Стопроцентно западными женщинами Совершенно современными И тем не менее Мир движется и развивается таким образом Что все меняется Пропадают границы Люди легче путешествуют Легко меняют место жительства И во всяком случае Интересуются разными культурами И поэтому сегодняшний наш номер Он немножечко такой С восточным акцентом Я бы даже сказала Что восток заолел Вот и поэтому наши героини Во многом Во многом тоже вот Имеют такой восточный шарм Ну пока мы дойдем до востока Все-таки восточный Новый год Еще грядет Мы поговорим о наших современницах И мне очень приятно Что сегодня наряду С главным редактором журнала Инна Авина Вот эту славу Дорожку славы второй страницы И многие говорят Что именно с этой страницы С колонки редактора Они начинают читать Листать наш журнал А потом кстати гороскоп Последние страницы Потом уже на десерт Все остальное Я рада приветствовать Наших новых звезд Кто такие звезды люблю Конечно же это те Кто у нас на обложке Героини всевозможных историй Потрясающих Это звезды подиума Кино, театра Потрясающие женщины И это наши читательницы И вот сегодня Мы познакомились С тремя нашими новыми участницами Это Карина Глазкова Это Татьяна Артамонова И Вероника Милявская Эти женщины разного возраста Они не только рижане Они живут и подальше от Риги Но это не мешает им Жить такой интересной Насыщенной жизнью Преодолевать все эти проблемы Которые стоят перед каждой женщиной Для кого-то это желание Увидеть себя глазами стилиста Для другой женщины Это страница Которую надо перевернуть В этой жизни Может быть это развод Может быть это расставание И получить вдохновение Для новой жизни Вот посмотрите на фотографии Которые они прислали Совершенно разные Может быть начать новое хобби Прочитать какую-то строчку Которая подвигнет тебя К новым жизненным шагам Которые действительно изменят свою судьбу И за те 21 год Практически скоро уже 22 года Которые выходит наш журнал Мы этому были свидетелями И всегда поражались Что редкий писатель Может придумать такую историю Которую проживает самая обычная женщина Вообще в жизни возможно все И я желаю Что нашим читательницам А также их подругам И их друзьям Если вы еще не придумали И все подарки такие значимые Долгожданные На китайский Новый год Или может быть на другие праздники Уже подарены И вы еще ломаете голову Что бы такое оригинальное подарить Ну подарите подписку на наш журнал Или просто наш журнал Он вместо вас скажет это слово Люблю И вам останется только к нему присоединиться Потому что ну каждый наш номер Как ни крути Мы делаем с большой любовью А главное вместе с нашими читательницами Вот Ну и конечно же Поскольку погода Вот сегодня буквально Она мне тоже напомнила И я даже поменяла свой гардероб Когда началась эта сумасшедшая метель с градом Еще раз о брюках Когда-то женщины очень смело И так это элегантно Отобрали у мужчин Вот эту вот традиционно мужскую одежду Кстати это ну в западной культуре Восточной культуре все-таки Все что относится к шальварам Там брюкам и так далее Эта одежда была у женщин всегда Ну вот тем не менее западные женщины Не только отобрали Но и постоянно удивляют мужчин Что же можно с этими брюками сделать Ну и варианты самые-самые разнообразные То есть мужчины конечно в шоке От того как свободно мы управляемся С этим мужским Совершенно мужским элементом одежды Но тем не менее Тем кто все-таки Такие тоже у нас есть Говорит Нет брюки не для меня Да Я все-таки приверженница Такой женственности вечной Струящихся линий Или строгих юбок То наверное Сами мужчины По словам мужчин Что Ни в чем так Женщина не выглядит Секси Как именно в мужской одежде Кстати Когда-то вот у меня Любимая Любимая Одна из старых таких певиц Жанна Агузарова Выступала в огромных Огромных таких Мужских ботинках Можно сказать Колонизаторских И когда на встрече Кто-то ей сказал Ну вы же Тогда она еще была Юная певица Ну вы же такая Красивая Юная девушка Ну что же вы на себя Такие На деле Ужасающие ботинки Толстые На такой подошве Она сказала А я для того и надела Чтоб кому-то захотелось Взять меня Сгрести в охапку И вытащить Из этих ботинок Вот Так что может быть И вот такой Месседж Такой посыл Ну и конечно же Стиль-код И можно сказать Икона стиля На этот раз Даже Александр Васильев В кои-то веки Вот я всем рекомендую Нашим модницам И тем, кто Обращает внимание На моду Разобрал стиль-код Равшаны Курковой Ну Если в двух словах То действительно Есть чему Поучиться У Равшаны И Уж на что Александр Васильев Александр Васильев Всегда у нас Очень такой Придирчивый критик И он может Так очень Ненавязчиво И незаметно Ну Уколоть Такой допустить Позволить себе Шпильку В отношении Равшаны Ну Как говорят Латыши Цепурност Все прекрасно Замечательно Вот эта вот Грань Элегантность И смелость И Эпатажность В какой-то мере Но Очень дозировано Так что Если хотите Вот Посмотреть И Кстати Такие модели Которые может Позволить себе Любая Практически Женщина А самое главное На что обратить внимание Это Сочетание Вот сочетание Предательски просты Ну Наверное Это вот секрет Такого Особого Высокого шарма Очень Предательски просты Но при этом Потрясающе эффектны Вот И 39 лет Равшани Ну Вот Это наверное Свойство Восточной женщины Когда Возраст Он Неопределим Он Как-то Неуловим И она Смотрится То совершенно Юной То такой Уже Зрелой Женщиной Но Хочу Обнадежить И женщин Невосточных Что Что Сейчас Все Что касается В области Косметологии И Женской Красоты Возможности Практически Ограничены Даже Не деньгами Нет Нет Не подсказывайте Что деньгами Они ограничены Только нашей фантазией Другое дело Любые ли фантазии Стоит Притворять В жизнь Но Вы знаете Чтобы остаться Незамеченной Может быть Стоит и любые Попробовать Во всяком случае Можно Ну и Меня лично Очень радует Что вновь 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 У нас появились Восточные огурцы Ну кто помнит Время вудстоков И так далее Когда-то Эти самые огурцы И рубашки цветные Вот такого вот Принта Были мега популярны И мода Ну мода Не возвращается Мода делает Очередной виток На более Высоком Ну таком Более Интересном И даже Технологическом Уровне Поэтому вот Огурцы Вновь В моде Но видите Теперь они уже Не на каком-то там Небесном Или на Зеленом А теперь они на Черном фоне В общем Очень интересные Модели Ну И конечно же Те кто следит За Светской жизнью И Скандалами Которые потрясают Ну такой Светской жизни Всю Европу Специально Для Нас даже спрашивали Почему вы Остались в стороне От такого Как сказать События Которое потрясло И верхи И низы Когда верхи Уже не хотят Низы не могут Ну вот такая Можно сказать Революционная Обстановка Ну Конечно же Эта история Сбежали Из дворца Вот Исход Произошел Практически И происходит Даже В королевской Семье Вот Все-таки Герцог и герцогиня Саксонские Вот приняли Такое решение Ну Вот Сам факт Как бы не говорили Что видите До чего Дошли наши нравы Это наверное Ну несправедливо Потому что Если отмотать Историю То во все времена В королевских Домах Были такие Случаи Когда Монархи Делали Выбор Не В сторону Вот Своих Таких Ну Королевских Обязанностей И так далее Выбирали Любовь Ну Помните Эту смешную Песню Аллы Пугачевой Все могут Короли Песня конечно Шуточная Но Вот видите Жизнь показывает Что В жизни Практически Возможно Все Ну И Кто-то обвиняет Кстати Таблоиды Вот и пресса И все остальное Все эти шумихи Вот они тоже Направлены Как раз Подтачивают Устои Да Вот Но Тем не менее Тем не менее Вот женское начало Необычайно Сильно И Это еще раз Вот показывает Что Одна женщина Роль женщины Даже Вот в таком Вот казалось бы Она же Противостояла Целому Королевскому Дому Династии Мощнейшей И тем не менее Вот она ее Поколебала И Что кому Было нужно В этом союзе Может быть Меган Обвиняют В том Что ей Была Нужна Исключительно Материальная Сторона Королевской Жизни Вот этот Блеск Этот Статус А Вот это Вот Движение В сторону Вот Той Огромной Работы Которая Или Обязанность Которая Возложена На королевскую Семью Изначально И ограничения В том числе Она Захотела Это Проигнорировать Ну Вы знаете Это тоже Позиция Позиция И Я думаю Что Почему нас так Привлекают Эти истории Ну казалось бы Где мы И где Меган И где королева И уже Где Англия Да И Латвия Все таки У нас таких Традиций Королевских Нет Наверное В душе Каждого из нас Живет Вот это вот Ожидание Встретить Или хотя бы Увидеть Или хотя бы Прикоснуться К истории Золушки Ну вы видите Как история Золушки Развивается Совершенно По-другому Золушки Бывают разные И вообще Можно ли Назвать Золушкой Меган Ну Каждый Наверное Ответит На этот Вопрос По-своему И кстати Мнения Разделились И Ну Наверное У многих В семьях Все таки У нас Девочек Больше чем Мальчиков Растут Дочки Внучки Есть крестные Девочки Почитайте Там есть Очень много Уроков Которые Стоит Извлечь Всем нам И в том числе Даже тем Женщинам Которые Находятся В поиске Кстати Там тоже Есть на что Обратить внимание И Возвращаясь К теме Восточного Нового года И вот Восточного Такого Шарма Конечно же Чулпан Хаматова Это наша Главная Героиня Сегодняшнего Номера И Тот Редкий Случай Когда Восточная Женщина И по Колориту И по Внешности И по Внутренней Наполненности Что ли Своего Мироощущения Стала Звездой Звездой И русской Культуры И русского Кинематографа И русского Театра И Она Стала Символом Любви И Вот Много Времени Уделяет И сил Уделяет Благотворительности И То что Она Татарка Она Смело Говорит Что Я Татарка Но Не Знаю Как Сказать По-татарски Меня Зовут Чулпан И Вы Понимаете Как Глубоко Вообще Это Очень Такая Серьезная Тема Наверное Каждый Для себя Живя В Латвии У нас Разные Национальности Такое Двухобщинное Общество Не секрет Мы в этом Живем И Выросли Каждый Для себя Находит Свой Ответ И В отношении Чулпан Мне хотелось бы Вспомнить Нашего Режиссера Алвиса Херманиса Которому Постоянно На всех Встречах Практически На всех Каких-то Презентациях Или Радиопередачах Постоянно Задают Один и тот Же вопрос Как Вы Латыш Создали Такой Спектакль Я имею Ввиду Спектакль Его Привозили В Ригу И не раз Рассказ Зашукшина Такой Проникновенный Который Не поставил Ни один Нет Ни одной Такой Проникновенной Постановки Василия Шукшина Вот так Называется Рассказ Шукшина О деревенской Жизни И кстати Именно в этом Спектакле Одно из Главных Звезд Как раз Играет Актриса Чулпан Хаматова И Вот в этом Парадокс Понимаете И Алвис Очень интересно Ответил На этот вопрос Он Не стал Говорить Потому что Я гениальный А вот Русские Не смогли Или что-то Еще Он сказал Что Когда Творит Человек Другой Национальности У него Определенная Дистанция Ну я так Пересказываю В прямую Речь Некая Отстраненность И вот Знаете Как большое Видится на расстоянии Это другая цитата И вот За счет Этой Отстраненности Вот он Может увидеть То большое Великое И светлое То что есть В русском характере В этой русской Глубинке И в творчестве Шукшина И кстати Сам Шукшин Который вырос В деревне И является Носителем Вот этого Национального Гена Вот этого Такого Духнародности Да Потому что Даже например Писатель Лев Толстой Ну все Все кто В школе Начинали Открывали Первый раз Открывали Войну и мир Были просто Шокированы Тем Почему русский Роман Который Ну вот Самый русский Война и мир Вдруг начинается На французском языке То есть Ну Ну кто не знал Да Меня во всяком случае В детстве В юности Я открыла Удивилась Да Вот Почему Потому что Русская культура Русская интеллигенция Того времени Воспитывались И разговаривали На французском языке И в этом Я не хочу сказать Плохо или хорошо Вот так было Да И в этом отношении Шукшин Носитель Языка И культуры В которой он вырос На которой он воспитался И которую он заложил В свои произведения И кстати Вот этот спектакль Уже больше 10 лет По-моему Или может быть Даже еще больше Он идет С полным аншлагом И Я думаю Что Чулпан Сыграла Такую пронзительную роль Совершенно Не похожую На те образы Вот этих Вот Женщин Которых она играла В других Произведениях И фильмах Что Пересказать это Просто невозможно И если Вы Ну У вас будет выбор И будет такая возможность Я думаю Что этот спектакль Будет идти еще Очень долго И это вот Пример того Как восток И запад Соединяются Совершенно Сказочным Волшебным образом И создают Новое произведение Искусства Ну а каждое Произведение искусства Это такой Ну как бы Ген культуры что ли Да Который вот В нашу цепочку Ну как бы Примыкает И остается с нами Уже Навсегда Кстати о детях Вот не могу не процитировать Слова Чулпа Что мои дети Не смотрят мои фильмы Им это не интересно Не хотят маму Воспринимать Такой И вот отношение Женщины-звезды Женщины-актрисы И ее детей Это вот такая Тонкая грань И в этом отношении Женщина-актриса Более Как сказать Уязвимо По-человечески Уязвимо Но все-таки Они с этим Справляются И безусловно Дети придут К пониманию Мамы-звезды Но Уже значительно позже И вот этот вот Как сказать Люфт Такой вот зазор Он вот Такая небольшая драма В каждой творческой семье Где мама Творит Где мама-актриса Где мама-певица Где мама-творческий человек И Она Отдает свои силы И время Вот этому Своему Предназначению Продолжаем Нашу встречу С радиослушателями И продолжаем Нашу Очень такую Трепетную Волнующую тему Я представлю Нашу Вторую участницу Эфира Я думаю Многие ее уже узнали Мария Наумова Наша звезда Певица Актриса И Ее Вот этот Новый год Ознаменовался Новым театральным Проектом До Светлых слез О нем мы поговорим Чуть позже Ну вот А сейчас Мы продолжим Буквально Тему Которую На которую Вот так и сказала Чулпан Хаматова Что мои дети Не смотрят мои фильмы Ну трудно представить Что звезда Чулпан Хаматова Которая создает Ну потрясающие Образы Получает Призы Международные В том числе Кинематографические И очень Ну высоко ее ценят Дети не смотрят И вот В свое время Совсем недавно В интервью Мария сказала Что Мой сын Не любит Мои концерты Ну вот Мария Может быть Сама скажет Как такое может быть Тем более Сын школьник Добрый день Ну так и есть То есть мой сын Он не ходит Он не любит Мои концерты И это нормально Он не любит Вообще Когда я ухожу Целеустремленность Действительно Сегодняшний день Где-то Там нам Там намоленная Там какая-то Намоленная земля Я Я люблю То есть я Приверженец Как бы Ведической культуры И вед И я Я соглашаюсь Просто он открыт Или как-то Это взаимосвязь Или это все-таки Параллельные миры Нет Все абсолютно Нет параллельных миров Есть один большой мир В котором все Вот так соединено Переплетено Для меня Вот Занимаясь Я занимаюсь Тем, чем я занимаюсь То есть у меня Йога, скажем так Медитация Молитва Это Моя ежедневная практика Это то, что Меняет меня Это как бы Создает меня Это создает Мою энергетику И соответственно Когда я выхожу к людям Ну вот то Что я Вбираю в себя То я и могу отдать Ничего другого Я не могу из себя Выдать То есть для того Чтобы вот это все Отдать Вот на таком Высоком градусе Не случайно Мария Звезда Евровидения И вообще Вообще Все мы в Латвии думали Что Как только произошло Вот Участие Звезда Победа Слава Что конечно же Мария уйдет в эстраду Вот мы все думали Что уже Такая яркая Заявка И Безусловная Победа Триумф Что конечно же И вот Не последовало Такое яркое Шоу Вдруг Карьеры Вот шоу Шоу Принято Говорить Эстрада Наверное Вот тут как раз И сыграл мой внутренний компас Который Образуется И строится Вот из то Чем я занимаюсь Каждый день То Чем я увлекаюсь Тем интересуюсь Потому что Я поняла Что я Не хочу Идти на завод Я хочу Творить Шоу Бизнес И Творчество Это вещи Малосовместимые По большому счету То есть Ну Я пошла И вообще Модное Это не мое Слава Это наркотик Вот люди говорят Что когда ты стал Звездой Ты не можешь Соскочить Ты будешь Пока тебя принимают Ты стремишься К этому Я думаю Для кого-то Да Для людей Которые Ведь наркоманами Становятся Не все люди То есть У кого-то Есть склонность К зависимости И он будет Зависим От кофе Я не знаю Там Каких-то блюд Каких-то Развлечений И еще чего-то Денег Или Да Не знаю Игральных автоматов У кого-то Этой зависимости Кто-то не склонен К зависимости Он будет более свободный Ну Раз уже мы Заговорили о зависимости Зная что Мария Не только певица И актриса Все-таки Как в вашей семье Какие традиции Вот Есть ли такое Когда хочется Чтоб ребенок не мешал Дать ему телефон Там Какой-то гаджет Интернет ресурсы Сказать Ну позанимайся Позанимайся Что ты за мной Ходишь хвостом Как у вас Все-таки интересно У нас У нас есть Очень четкое время Когда у ребенка Есть возможность Как бы получить Свой гаджет Потому что Без этого невозможно Потому что Это уже сеть Это мир Это мир Сегодняшний И нельзя ребенка Отрывать полностью Из той сферы В которой живут Его сверстники У нас есть Очень определенное Четкое время На выходных Когда вот То есть все-таки Дозирование Дозирование А А второе Мы смотрим Что ребенок То есть у нас А дозирование Б у нас Идет цензура Того Что ребенок Смотрит Во что он играет И вот Ну как-то так Мы Ну точно так же Как по аналогии С обычной жизнью Обычным миром Мы не можем Просто ребенка Выпустить И сказать Ну закрыть дверь И сказать Вот сейчас ты будешь Гулять Неизвестно где Неизвестно с кем Неизвестно до скольки В любом возрасте Будь это ребенок Маленький Вроде бы там двор И будь это ребенок Подросток Потому что Мир он все-таки Достаточно агрессивен И он не всегда Развивается Вот так благостно И конечно Мы отвечаем За ту жизнь Которую нам Вот вселенная Подарила Доверила Вот Мне кажется Самое главное Это разговаривать С детьми Как можно больше Моя дочка Она На педагогическом Факультете В Голландии И она То есть Есть социальные данные О том Сколько Люди В Европе В западном мире В западном мире Не в Европе В западном мире Уделяют В среднем Времени Ребенку В день И вот тут Я могу задать Вам Вот как вы думаете Сколько Ну назовите Любую Я думаю Если речь идет о ребенке То есть Сколько Взрослый Ребенку Вообще Посвящают В день Ну я не имею ввиду Малыша Которому надо кормить Я имею ввиду Да Естественно Когда взрослые работают Ребенок Учится Вот сколько Времени Я думаю 4-5 часов Да 15 минут 15 минут 15 минут Вот это Статистические данные Боже мой Ой То есть Вот Да То есть Вот этот О чем Если было 4-5 часов Это было бы Замечательно И по-моему Раньше так и было А вот сейчас Мы думаем Что это 4-5 часов А на самом деле Это Это 15 минут Когда именно Ты И именно с ним Глаза В глаза Да Шокирует Правда Шокирует Да Ну вообще Поэтому вот это Общение Вот очень важно Общение Общаться Общаться Разговаривать Разговаривать И тогда вот этот Мир Мир он очень разный В мире есть и агрессия И не агрессия И знаете Все в балансе В мире На самом деле Просто на что Человек ориентирован То он и найдет В жизни И вот если Ориентировать Ребенка Своими разговорами То он Очень многие вещи Он обойдет стороной Ну вот я хочу Еще задать вопрос Про Ваше детство У вас какой-то Был заложен Какая-то модель Потому что Мама Марии Кто если Кто-то не знает Это была ведущая Актриса Рижского Русского театра Имени Чехова Которая очень много Времени Как любая актриса Отдавала сцене Работе И самое главное То что Это работа Театр Это вечернее время И Мария Прошла Папа Я помню Я помню Я помню Что мы с ней Иногда ездили На гастроли Но опять же У нее там Были спектакли И вечером Мы Ну мы Дети Актерские дети Встречались И играли Как Да То есть Вот но мамы У меня есть дефицит общения С мамой в детстве У меня он есть Он сказывается В моей жизни Определенным образом Вот То есть Ну как ты уже в своей семье Когда живешь с этим багажом Ты уже понимаешь И стремишься Как-то Я поэтому Вот поэтому я Когда появился ребенок В моей жизни Я сократила Очень много То есть Я не так-то часто На сцене То есть Не пришлось выбирать То есть Ребенок даже не ставил Проблему выбора То есть Ребенок родился И взял Нет Он просто Я знала Что так будет Может быть Поэтому у меня Ребенок родился Довольно в позднем Так скажем В возрасте В осознанном Да В таком осознанном уже В возрасте И вот именно Наверное То есть Я насладилась Тем что у меня было Я насладилась И сценой И многими вещами И творческими А сейчас Я вот То есть Сейчас конечно Я нашла Я стараюсь находить Вот эту золотую середину Между семьей Чтобы быть Женой Что очень важно Чтобы быть матерью Что необходимо И чтобы оставаться Одной сцене Ну то есть вот А ребенку Какая роль принадлежит Вот в семье Если брать Мама, папа, ребенок Вот это тот шарик Который Гилька Который перевешивает Вот это вот Коромысло Равновесие Внутреннего Или все-таки Это какой-то Тот шарик Который стабилизирует Или он туда-сюда Туда-сюда Как вообще С точки зрения Энергии Он личность Он личность Ну в нашей семье Точно это такая Очень большая личность И весомая И ну конечно Я могу сказать Что в основном Жизнь крутится Вокруг этой личности Потому что Этой личности Надо расти Развиваться Вот Но мы так организуемся Чтобы мы все-таки Себя не забывали Ну конечно Если тем более Так творческие Мы не забывали Да Друг друга Потому что знаете Мне когда-то Одна моя подруга Которая 83 года Она очень мудрая Женщина Из Франции Она Ну список людей С которыми она общалась Это Он длинный То есть на ее руках Умирала Куджава У нее То есть вот у нее Такого уровня Друзья были Такого уровня И да Вот Но не об этом суть Она На нашу свадьбу С мужем Подарила нам Такой совет Она говорит Не забывайте Ваших любовников То есть нельзя В паре Забывать то Что вы вообще Любовники То что вы вместе Что вы пара Потому что это тоже Мне кажется Проблема очень многих семей Почему они распадаются Потому что Женщина может уйти В ребенка Или в работу И забыть про то Что она еще и жена Это все-таки Номер один Функция женщины Хотя это Вот эту любовь Вот само чувство Да В отличие от ребенка Его нельзя вот так Осязаемо увидеть Потрогать И ограничить Но оно не менее важно И по внутренней отдаче Оно не должно Оно очень важно И ребенок будет настолько счастлив Насколько счастлива пара Его родителей То есть Само по себе Вот эта вот Как сказать Модель Как сказать Постройка Да Что все-таки фундаментом Является Любовь Конечно Ну это вообще Основа основ То есть Как бы там ни было Как говорят Там Вот чтобы В семье Бывает что Даже психологи Предупреждают Что вот В вашей семье Вы слишком увлечены Друг другом И ребенок У вас стал третьим Лишним Иногда Мужчины обижаются Что появился ребенок Мы так его ждали У нас так долго Не было Ну разные есть истории Мы не могли себе позволить Или что-то здоровье Не позволяло И вот он родился И муж для этого Ну сделал все И он говорит А жена поищу исчезла Он сказал Я стал третьим лишним Я стал третьим лишним У нас Мы Принадлежим друг другу У нас нет каких-то там Адюльтеров Не дай бог Или каких-то там Разногласий Но я стал третьим лишним И что мне делать Он почувствовал Вот эту Причем Жена рядом Но она как бы Не с ним Это даже в том Что ребенок Ну не требует Какое-то там Лечение Но внутренне Женщина переключилась Она перелила Вот это вот Какой-то сосуд свой Что ли Внутренний Обрушила на этого Ребенка Долгожданного Вот И бедный ребенок Потому что Столько Он не выдержит Да Ему тяжело Это тоже Вот Но вот Ситуации могут быть Потому что должна быть И свобода То есть у ребенка Должна быть свобода Чтобы он становился Сильной личностью Самодостаточной личностью То есть с одной стороны Направлять С другой стороны Все-таки Не ограничивать Ну вот это да Это вот и есть мудрость Она в том Чтобы найти Вот эти Вот эту серединку Ну на Востоке Там же есть даже С разным возрастом Поскольку мы сегодня Много говорим И возвращаемся К каким-то постулатам Восточным Что там по возрасту По-разному Относятся к детям Да И там их много Много да И конечно когда То есть у мамы Несколько детей То есть у нее Ее рассеивается Внимание То есть конечно То есть она не может Так задушить любовью Да Деранство такое Срединственное Да Ну а вот С точки зрения Вот Вот такая вот Грань есть И она очень как-то Не то что грань Сторона Жизни Неизбежная С одной стороны Сейчас люди Ну антибиотики Уже давно изобретены Всевозможные Все-таки есть Стимулирующие средства То есть человек Очень долго Остается активным Такого как раньше Говорили В прошлом веке Ну после 50 лет Надо уже на пенсию Собираться Пенсионный возраст Как вырос И в Европе И в Латвии К сожалению он вырос Да И в какой-то момент Для женщины Уже взрослый Ребенок Становится вот такой вот Опорой Поддержкой Она к нему стремится А у ребенка Нет такого ответного Ну как сказать Уважения Пиетета Пиетета Которая Я тебе вот столько Я тебя воспитал Я тебя вырастил Мне было трудно Это вот все Мне кажется Это не работает Но если с любовью Относиться Если воспитано уважение То как-то Все будет Ну вот сейчас Очень многие Именно в Латвии Многие уезжают За границу Дети уезжают За лучшей жизнью С одной стороны Это хорошо Что человек Может куда-то уехать Он может себя искать Он может вернуться Он может остаться По-разному складывать А родители остаются здесь И вот раньше Такого не было Бывали Раньше переезжали С семьями Поехали например Там Репатриация В Израиль Уехала семья Еще родственников Прихватили Там Даже непонятно каких Но прихватили Вот решили Кланов Сейчас как-то Вот эта распалась Связь Не то что времен А связь семейная Как-то ослабляются Эти узы Но с другой стороны И В государствах Тоже То стремятся Объединиться То стремятся Разбежаться Вот как В семье Какие должны быть Вот женщина Современная На ваш взгляд Как она должна Внутренне быть готова К чему Чтобы отпускать Этих детей Вот эту семью Или все-таки То что вы говорили Что собирать всех В кучку И бабушку привлекать И дедушку Нет Отпускать детей Это вообще Отпускать надо Это вообще основа Всей восточной философии Не привязываться Не привязываться Это при том, что у них культ Старший И они их отпускают Умеют отпускать Очень важно Очень важно Это очень замечательно Когда внуки То есть внуки Общаются с бабушками С дедушками Это очень важно Потому что там идет передача Какой-то энергетической Такой энергетической передачи Хотя раньше Правда Если все-таки Люди В возрасте Бабушки Дедушки Это были носители знаний Сейчас мир Так быстро развивается Что Знания Бабушки Так и есть Так и есть Но в любом случае Это конечно Замечательное общение Я думаю В каждой семье По-своему В каждой семье Своя история Вот И мы уезжали Мы 9 лет Жили отдельно Но мы общались Все время с родителями То есть я не помню Дня, чтобы я с папой Например Не знаю Или с родителями Не разговаривала по телефону Не говоря о том Что мы ездили Конечно То есть это происходит Но как бы Разъединение Все равно не произошло Ну я помню Что вы когда-то говорили Что как раз Вернулись в Латвию Из Франции Ну из какой-то страны Во Франции по-моему Жили Вернулись Чтобы ребенок Пошел в школу здесь Да Это да Это при том Что все-таки И языки знает И все-таки Чтобы Здесь лучше образование На сегодняшний день Еще пока Тем более Все-таки Когда сын растет И казалось бы Многие наоборот Ищут такой Знаете Более Жизни Более Ну не то Что более красивые А более Ну в богатой стране В развитой стране Чтобы сразу У ребенка Был такой старт Вот Но с другой стороны Есть много примеров Когда Страна Более богатая Или более высокоразвитая А человек там Оказывается Очень Незведенным До какого-то Положения Самое высокое А он в это время растет Самое высокое количество Самоубийств Как-то не странно В Швейцарии В Швейцарии Да У молодых людей Как это не странно Боже мой Казалось бы Парадокс 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 Да Казалось бы Многие Выпрыгивают Ну Прыгают выше головы Чтобы Вот Пришел экономический кризис Трудно стало Сводить концы с концами Я поеду в страну Богатая страна Меня вывезет Для своих детей Причем говорят Для своих детей Чтобы детям было хорошо Как это не странно Как это не странно Но сегодня Мы живем в таком мире В котором нам надо Создавать Детям Сложности Чтобы они развивались То есть если раньше Сложности были в жизни Они То есть жизнь была сложная То сейчас дети Для того чтобы они взрослели Они оставались детьми Вечными Им надо создавать сложность То есть это инфантильность Вот этого человека 21 века Не случайно Граница молодого человека Как-то задавали вопрос На встрече с социологами Они сказали 30 лет Мы говорим 30 лет Ну вот у нашего поколения Уже были семьи У многих были дети И эти дети уже пошли в школу То есть уже Заботы были таких Взрослых родителей А в Европе По определению Это еще молодежь Молодой человек Видите Мы стали жить дольше Но пропорционально Так же То есть все равно Сколько-то времени То есть если раньше Жизнь была как бы 70 лет Примерно Плюс-минус Да это уже был возраст Да То ну до 20 лет Мы позволяли себе Быть молодыми Да То есть сейчас 85-90 уже люди живут Соответственно до 30 Будем жить до 150 Значит будем до 50 Тем более Тем более Что в отношении женщин Новая эра Совершенной косметологии И всей индустрии красоты Которая поддерживает Может создать Еще и внешний антураж Другое дело Что Мне кажется Этот внешний антураж Он хорош для фотосессий Ну вот я работаю в журнале Я знаю Как у нас фотографии Иногда обрабатывают Наоборот не обрабатывают Но вот как вы относитесь К тому Что сейчас Такой вот Тренд антигламура Женщины фотографируются В возрасте Да И делают Никаких-то там Не маскируют Свои Мимические морщинки Или морщинки Которые появляются С возрастом Они вот Хороши А что Говорит о том О том Что человек Внутренне молод Что он энергичен Что Фигура Глаза Во-первых Глаза и подвижность тела Конечно же То есть Насколько тело подвижно Это не обязательно Что надо быть Фигуристым Потому что Есть Не знаю Учителя йоги Которые с такими С пузиками Но они двигаются Они гнутся То есть Выносливость Как бы И подвижность тела По телу Можно сказать Вообще Примерно в каком состоянии По движениям тела Если пронаблюдать Можно понять В каком состоянии Человек находится Вообще Я думаю Что наблюдать за телом Это вообще Хорошая Хорошая Такая установка Потому что В отличие Например Ну все мы уже научились Говорить Ну так или иначе Или там писать СМСки Которые можно трактовать И так и так Да Тело практически Не обманывает Тело всегда Каким-то образом Выдаёт себя Выдаёт У всех хорош Бег 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 Все-таки Бегать Тоже надо По каким-то Определённым Поверхностям То есть Это Ну Я Все-таки Считаю Что надо Растягивать Тело Чтобы оно Двигалось Конечно Нужна Кардионагрузка Я бегать Очень не люблю Я люблю Быстро ходить И я Стараюсь Вот я Рокенролл Танцую А Вот так вот Да Ну например Ну в принципе Вот в отношении Кстати танцев Казалось бы Все-таки Актриса Театральная И певица Это одна Ипостась Вот Любовь к танцам И Ну обычно Говорят Хотите петь Пойте Хотите танцевать Танцуйте А я так понимаю Что Ваша установка Это Не хочешь танцуй А надо танцевать Не Женщине Вообще Надо танцевать И петь Женщине Это как С энергетикой Или просто Это красиво Да Да Носить Ходить В юбках Поменьше В брюках Петь И танцевать Это то Что поддерживает Нашу женскую энергию У нас И она Таким образом Что она Она выходит наружу Она освобождается И мы Очень гармоничны Она проявляется Да Она вот Как раз Женская гармония Она вот в этом и состоит Ну прекрасно Что на такой Гармоничной ноте Мы заканчиваем Конечно же Всех наших слушателей И мы приглашаем На новый Театральный проект Марии Который так называется Светлых слез Светлых слез Радости Души Гармонии И счастья Да Спасибо С февраля Так что будем рады У нас здесь анон в журнале Так что встретитесь С Марией Еще и в Рижском Русском театре Имени Михаила Чехова Спасибо Спасибо Оставайтесь с нами Читайте журнал Слушайте радио Пальтком Пальтком Пальтком